Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. С 1 по 6 том, открытым оком, там помещены у меня материалы, занятия в Потеряевке я вел, вне стен храма, ну а о всем, что есть, вокруг окружающего, события я объяснял. И как раз был праздник преображения, я его объясняю. И сейчас попросили это озвучить. Люди, говорят, читать не хотят, а слушать, слушают. Ну так мы и пошли на это. 123 ролика будет новых. Преображение. Начинаем. Мы каждый год, можно будет проверить даже по записям, в этот день ведем занятия на эту тему. Вот это Игорь Александрович Барабаш, у него был маленький такой магнитофон, он записывал часть, это малая часть записанных занятий, несколько лет я вел, он записывал. А потом я их все перевел в буквенное выражение, вот в ворде, и теперь вот все это есть. Сильно ли оно повторяется или без повторов идет? Вчера я сказал небольших четыре проповеди, но знаю, есть люди, которым это не нравится, они и голос моего не терпят. Поэтому в храме сегодня я молчал, дабы их не дразнить. Вот как, это в церкви у нас потеряют китаки, а когда они наконец или уезжают или что-то. И только поэтому приготовил огромный материал, большое богатство, чтобы все корзины были с хлебом. И остатка хватило есть бы еще на многих. Но раз они не любят и не хотят, и на занятия никогда не ходят, поэтому пускай они как хотят, бисер перед ними метать не надо, а кто жаждет, тот придет, тот услышит. Эта тема была трудной для святых отцов. Много в этой области потрудился Григорий Палама. Речь шла о том, что это был за свет, откуда, или непосредственно принадлежащий богу, или сам бог этим светом являлся. Есть такое выражение, нетварный свет, то есть ничего здесь на горе не было сотворено, а внезапно открылись наши глаза, и мы это увидели. Христос, когда воскрес и шел с учениками, с Лукой и с Клеопой, он не менялся из одного образа в другой, но в конце написано, и открылись глаза их, и они увидели его, и он стал невидим. Увидели его? Ну как, ну увидели и узнали? Это разные слова, что ты делаешь? Они узнали его, и он стал невидим. Это наши глаза удержанные, и когда наши глаза видят по-другому, значит все по-другому, и идет. Вот Архангел Рафаил идет с Товией, и он с ними вместе ложится спать, садится за стол, ест, пьет. Когда кончилось это путешествие, и открылось, кто он такой есть, их глаза открылись, и он говорит, для виду я все это делал, и ел, и пил, а ничего этого не было. Это для того, чтобы ты поверил, что я человек только и всего. Поэтому люди, ученые, которые занимаются узкой сферой, специальным исследованием чего-либо, они говорят, что вещи имеют другой цвет. Вот у меня сейчас корочка красная, но она совсем не красная. И то, что рубашка синяя, она не синяя. Это просто отражение этих лучей больше. Инфокрасная и красная только и всего. Нам это трудно даже и понять. А как это? Я же вижу, что красная. Но мало ли чего ты видишь. Нам кажется, что мы прямо видим, а на самом деле видим все на земном шаре вниз головой. У нас многое представляется. Нам кажется, что время летит. Говорим о Библии, а нигде так не говорит. А говорит, мы летим. 89-й Псалом. Дни проходят быстро, и мы летим. У людей этого выражения нет, и когда скажешь так, они думают, что ты ошибся. Не ошибся, а мой язык начинает шлифоваться. Приноравливаться, подходить один к одному с божественным языком, с теми откровениями, которые дал Господь. Это и относительно к преображению. 4-й век. Это открытие номинального христианства, когда так называемые христиане, не христиане, а называемые христианами, хлынули в церковь, когда быть христианином стало выгодно, как сейчас быть верующим выгодно. И вчерашние коммунисты все перекрестились, стоят, крестятся, как премьер Черномырдин. Вчера мне человек рассказывает, ну скажи, человек из силовых структур, КГБшник, Владимир Владимирович, ведь умный же человек, не скажет, что совсем он не соображает. И он знает, что честь в армии не отдают левой рукой, а правой отдают. А церкви крестятся правой рукой, а свечку держат в левой. Рядом стоит с патриархом, и свечку держат в правой руке. Время приходит креститься, и он со свечой стоит и начинает. И он не понимает, и люди спрашивают, но неужели никто рядом сидящий не могли научить? Неужели не могли? К слову сказать, когда Михаила Сергеевича Горбачева пригласили в Японию, я повторяю постоянно про это, то сказали, перед императором Хирохита надо сидеть на карачках, и этот прием будет продолжаться 20 минут. И все время нужно, чтобы рот у тебя был в улыбке. И специально прислали профессора, кто приходил к нему и давал уроки в Кремле, и он брал эти уроки. И исключения ни для кого не было сделано. Так чтобы этот свет фаворский войти умом, чтобы понять, и понять до конца, что это такое, нужно войти, нужно начать обучение, нужно понять этикет тех людей. А сегодня сделали Варвару, великомученицу, покровительницей ракетных войск, римлянку, которая никаких ракет не имела. Она сидела только в башне, закрытой, но ее скрыла гора, когда она бежала от отца и закрылась. А наши все ракеты, земля-земля, находятся в шахтах, под землей, и над ними своды сделаны. И подумали, больше такого жития нет. И, видимо, министру обороны Грачеву предлагает господин Ридигер. Это фамилия патриарха Алексея Второго. Тот соглашается, и они объявляют, что ныне все ракетные войска находятся под защитой великомученицы Варвары. Ну, а КГБская кличка его была Дроздов, патриарха. Почему бы преображение на горе не сделать было днем альпинистов или днем иллюзионистов? Вполне подходящее поразнование. Если обратятся люди, думаю, почему бы им не разрешить? То есть, представь, такой был Христос, и вдруг засиял фейерверк. А такие люди есть, на сцене огнем балуются, и огонь изо рта вылетает, они по керосиновой бочке пьют. Вполне это может быть. Не для того же Христос пришел, чтобы чудесами поразить воображение грешного человека. Он был, как всегда, свет, но он прикрыл этот свет, чтобы нам не ослепнуть. Христос не мог по-другому поступить с нами. Когда Бог призвал Моисея, о котором мы слышали вчера, и он, находясь рядом с Богом, так просветился, что лицо у него самого сияло, как солнце. И когда он разговаривал с людьми, то он одевал покров такой, чтобы люди не слепли. Все лицо у него было такое, как электросварка сверкала. Люди не могли разговаривать с ним так запросто, как было еще вчера. Какой же тогда есть сам Бог, если Моисей такую славу получил, находясь только рядом с Богом? Тем более, это было еще и облако. Это Бог еще только в образе показался. А когда он явится сам, написано, Аммоз 2,16. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Откровение. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Громов, громов. Так вот, интересно, сейчас появляется сколько материалов о том, что благодатный огонь, там все обман, чудо. А я всегда говорил, я этому не верю. Не верю, что мощи Серафима обрели, неизвестно какие косточки. Но этот оживляж нужен. Нужен, потому что веры-то во Христа нет, а нужно вот кости таскать, там приезжает поезд. Все это может быть сущим обманом. Самым настоящим. Я не настаиваю на этом, но сегодня о благодатном огне говорят священники, все там горят для лампады, их как зажигают. Ну а было, что само зажигалось. Там может было раз-два, но не каждый год. И там какое-то столпотворение есть. Это я беру только из интернета уже. А я всегда про это говорил. Не верю в это. Вот сейчас бывает гром ударит, и невольно дернешься вниз, и голову пытаешься втянуть в плечи. Так что же с человеческими глазами, со всеми нашими очками будет, когда он сам воссияет? И вот однажды Господь решил ученикам на примере показать, за кем же вы идете. Их воображение пошатнулось полностью от слов. Я ухожу от вас, и вы ходите со мной. Вы никогда меня другим не видели, но вот однажды я все-таки вам себя покажу. И они на этот пример будут ссылаться всю жизнь. В втором послании апостола Петр, совсем не красноречивый рыбак, в 1.17 прямо скажет. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда всевелепной славой принеся к нему такой глаз, сей сын мочил и возлюбленный, в котором мое благоволение. Скажи, не речистый, не философ, а слово какое выбрал? Велелепный. Притом в Библии это слово встречается один раз. Ни у Павла, ни у Соломона, ни у Давида. И переводчики его не могли перевести никак, так и оставили. Вели означает великий, а лепный означает красота. Великокрасотный. Великой, непостижимой красоты. Это в одно слово надо было слепить. Слово слава встречается в Библии примерно 553 раза. А Велелепный один раз. Ил эти слова слепил вместе. И вот теперь разберитесь, что он хотел сказать. Вот когда я писал это, я вручную подсчитывал по симфонии. В то время компьютер еще не было, не знали даже это. Поэтому я говорю, примерно. Это передать нельзя. И когда он понял, что люди могут не поверить, Петр как будто махнул рукой. А в общем-то так уж говорю. Это мои личные, чисто субъективные мнения. А впрочем, вы имеете говорить свернейшее пророческое слово. Следующую через запятую дальше. Имеете вернейшее пророческое слово. У вас есть Библия, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Не к лицу Христа, преобразившемуся. Не к тем искоркам света, которые вы принесли с горы Фавора. Но единственное, к Слову Божию. Вы, когда будете дома, читаете второе послание Петра, первого глава, где он говорит, Видеть Христа, это меньшее чудо, чем видит Слово Божие. И при том, имей вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, мерсияющему в темном месте. Доколь не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1, 19. Это же самое случилось, когда богатый человек, находящийся в аду, говорит, Отче Аврааме, пусть Лазарь придет к братьям моим и скажет, тогда они поверят. Им нужен пример, как неверующие люди говорят, кто-нибудь говорит, воскрес бы с кладбища, пришел бы. Вот у вас, Ковалева Лешка, из Корчена, убитый в Чечне, там восстал бы, пришел бы, рассказал бы, как там, на том свете-то. Но ведь и тогда они поверят. Он же в последней письме матери писал, что ты мне все эти глупости, молитвы разные посылаешь, не пиши, ты же знаешь, мам, я их читать не буду. Это в газете «Свет Октября» напечатали все, а ему сейчас там заупокойно идут. Авраам отвечает, нет, чада, у них есть закон и пророки, пусть слушает их. Святой Иоанн Златоуст говорит так, допустим, мертвый воскрес, чудо, а люди сказали бы, что-то в самом деле там есть за гробом. Он увидит, говорит он, и не поверит, если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Поэтому верить в Слово Божие, верить, что в Библии каждое слово дано Богом, чудо есть больше, чем уметь воскрешать людей. Представьте, чудотворцы, какие мы с вами велики перед Богом, что мы верим всему написанному в Священном Писании. Точно так, как апостол Петр, может быть, от кого-то слышал, я думаю, так, согласно этого места. Может, кто-то сказал, это ты, Петр, был там, видел, знаешь, сказать все можно. Да и не один там был, и Аква, и Иоанн тоже были. Ну так что? С кем не бывает? Бывает и общий гипноз. Когда Фома увидел, Господь говорит, вот раны, вложи в них персты твои. Он говорит, Господь мой, Бог мой, теперь я верю. Христос говорит, блажены невидевшие и поверившие. Конечно, счастливый человек, который мог взять Христа за руку и поздороваться, сказать, здорово, Иисус из Назарета. Он же нам говорит, блажение невидевшее, блажает не видевших, но верующих. Поэтому это единственная ссылка у апостолов. На это не ссылается ни Иоанн в посланиях, ни Павел в наявлении Христа на горе преображения. А Петр говорит, явился он нам на святой горе, когда рассказал о велелепной славе. Говорит, прочее, вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что к нему обращаетесь, как к светильнику, сияющему в темном месте. Светильником назвал не гору преображение. Я даю вам необычное толкование, чтобы вы поняли это. В церкви люди говорят, что сегодня преображение. Яблоки все утробы полные, но вздулись, как яблоко. Пупок бы не оторвался. Похвала любящим Библию. А кто этого не делает, у кого Библия не занимает место светильника, тот нехорошо делает, что не обращается к ней. Вы, про лица, не услышите сегодня в этом месте Писании. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Библии, к Священному Писанию, доколе не начнется рассвет и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И этой утренней звездой называется наш Спаситель Иисус Христос. Евангелие Телона 5.39 стих прямо говорит, исследуйте Писание. Не просто читайте, а сравнивайте, смотрите, прилагайте, размышляйте, беседуйте, встречайтесь, проповедуйте, исследуйте. Ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а это Писание свидетельствует обо мне. Вся Библия коротко выражается так, Библия о Христе. Все назначение Ветхого Завета было привести ко Христу, раскрыть образ Христа, какой он есть. Петр однажды прибегнул только к этому доказательству и тут же отступился и показал, да что я говорю, мне может любой не верить, был ли я или не был на горе преображения, а у вас есть вернейшее пороческое слово. Он не назвал вернейшее преображение, хотя мы верующие верим несомненно в то, что преображение было. А тем, кто не верит, я скажу, не верь, главное, чтобы ты верил в Библию, как Петр говорит. Впрочем, братья, у вас есть вернейшее пороческое слово. Это пороческое слово говорило, 18 глава, 15 стих второзакония. Моисей говорит, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе, Господь Бог твой, его слушайте. Чтобы узнать, как это, как меня, то мы должны посмотреть, каким был Моисей. И мы скажем, он получил от славы Божией славу неприходящую. Я сегодня вам зачитаю только несколько мест. Эти исследования не каждый сделает. Это я сегодня утром только-только закончил в 5 часов утра. Он же сидел, все при свете. И все для себя многое нашел. В этом еще более укрепился, в истинности избранного пути. Господь очень часто людям что-то показывает на примере. Вот ты учишь ребенка и говоришь, сядь прямо, вот так нужно сидеть. А я ребятишкам говорю, за столом так нужно сидеть. В левую руку кусочек, в правую ложку. Вот так ели русские люди. На картины Полежаева вот так нарисовано. Смотрим тихий дом. И они обедают из одной чашки с тем человек. И все сидят прямо. Я на примере показываю. В армии, когда берут, показывают, как шагать, честь отдавать. У рука должна быть до брови. Повернуть так. Господь с нами, с немощными, как с ребятишками разговаривает, показывает. Вот это суть и вершина всего. И выразилось на горе преображения. Господь показал славу свою, а мы вместили. Якожем ажаху. То есть, насколько мы смогли, насколько позволяет нам наш духовный уровень. Вот сегодня находящиеся в храмах по-разному видели этот праздник преображения. По-разному веруют люди. Хотя находятся в одном храме, причащаются из одной чаши. Написано. И сказал Господь. Я покажу славу мою на фараоне. Какая слава? Мы понимаем так, что если слава, то это что-то искрится. Солнце начинает падать внезапно с небес. Нет, слава мою, непобедимый всемирный император. Фараон, перед которым и Нил могут перегородить. И Господь говорит. Я сделаю то, что он поклонится. И выведешь народ мой. Я покажу славу мою на фараоне. И эта слава выражалась в наказании дерзости всемирного правителя. Я покажу славу мою. И здесь на фаворе показал славу. Делай сравнение. Значит Господь славу свою показывает. И тогда, когда поражает нечестивого. Отнимает жизнь, когда налагает оковы. Господь иногда делает так, что человек богатый, делается нищим. И ходит с протянутой рукой по всему миру. Как у нас в дело было в перестройку. И вчерашние коммунисты получали гуманитарную помощь. Делили. Работники Крайкома, первый секретарь Крайкома партии приходит и говорит. Крыша течет у меня. Его гов выгнали. У него ничего нет. Пенсии не стали давать. Стоит старик согнулся. Я вижу, вчера над ними был главный, первый секретарь Крайкома. А сегодня ничего нигде нет. И Господь говорит. «Покажу срамоту вашу. Я покажу в этом слава моя, что я сражу вас всех». Мы об этом читаем в Священном Писании Исаия. «И скажет тот день, вот он, Бог наш. На него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь. На него уповали мы. Возрадуемся, возвеселимся во спасение его. Исаия, 47 глава. «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение, и не пощажу никого». Бог на примере показывает, что есть на небе. «Я делаю расшифровку. Показал славу своим ученикам». Слово «показал» означает «поставил в пример». «Как я преобразился, и вы будете преображены, и вы будете в царстве нетления. В царстве славы у Отца славы». Проповедь славы называется. Почему у нас поется «Слава Отцу и Сыну Святому Духу». И люди кричат «Слава, слава, там ура!». Это все слава означает, другими словами только выраженное. Первая книга, царство шеста. «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли». «Наказание, говорит Господь, когда показал я славу свою». Второзаконие, 4 глава. Дом, прочитайте, и 5.24. «Показал Господь славу свою, преображении, внедлении. Замерли все микробы и все бациллы». Второзаконие, 4.36. «С неба дал Он слышать тебе глаз свой, добыть научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И сказали, вот сказал нам Господь Бог наш, «Славу свою, величие свое, и глаз Его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и все остается жив». И написано так, что вся тварь в совокупности стена это мучается. «Все твои индюки, все коровы, свиньи, они на нас смотрят, как на палачей. Рано или поздно мы их колоть будем. Представь, как жить им, если бы мы проникли в них. Представьте, сегодня с нами рядом пьет, ест, ходит человек, которого мы знаем, и он хочет нас убить. Как бы к нему относились? Как же звери и птицы могут на нас смотреть, когда на это ужасное создание человека он все время ходит с окровавленным ножом? Кого зарезать? То свинью ему надо, то корове ему надо голову отрезать, то курицу зарубить, то овечку. Батюшке нельзя делать этого. Так он кого-нибудь позовет, и все равно запряжет. Зарежет. Зарежет. Он все равно пассивный, но убийца. Придет время, когда скотина умирать не будет. Когда войдет в свободу, в славу детей Божьих, и скотина будет лить Леной, и убивать ее не будут римлянам. То и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, в свободу, в славу детей Божьих. И вы хотите славу видеть? И сейчас же у женатых, что она есть слава мужа. 1 Коринфянам 7 глава. Их слава заключается в послушании, в исполнении воли мужа, потому что жена послушная, как написано, в венец на голове мужа, а которая противничает, позорная, как гниль в костях. Так что смотри, кто ты, являешься для него. А муж написано, слава Христа. 1 Коринфянам 7 глава. 2 августа это было. И ровно на 40-й день Бог показал руку свою, вырвал его из этой жизни. Они и на суде даже уговорили, и его сын Митя говорил, что мы все молились против него, и потому, где он умер. Я ему говорю, если ты знаешь, что наша такая молитва сильная, так замкни свои уста, молчи, а то и тебе будем молиться, и тебя Бог вырвет. Судя, запиши это. Я понял. Пророк Наум, вот я на тебя, говорит Господь Савов, и подниму на лицо твои края одежды твои, покажу народам наготу твою и царством страмоту твою. Господь говорит о нас, о русских людях. Покажу народам наготу твою. Армия разложилась, границы открылись, республики разбежались, пищи нет, взрывается, топится. Я покажу наготу твою, это Господь делает. Такую мудростью человеческой не сделать, такую державу на распыл пустить. Это Господь показал за великое безумие, за гордыню. Я и нет другого Бога, кроме меня. Аввакуум 2.16 Ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, и показывай срамоту, обратиться и к тебе чаша десницы Господней по страмлению на славу твою. Смотрите, сколько выпускается водки, сколько всего дурмянившего в стране у нас, а самое главное, страшное коммунистическое учение, отрицающее Бога, прославляющее тиранию. И Господь говорит, пей эту чашу мерзости, я покажу срамоту твою, то есть оголю тебя, подниму подол, я завяжу тебе его на голове, и все народы увидят срамоту нашего государства. От нас все отшутнулись, никого с нами нет. И Чехословакия, и Польша, все отпали, весь коммунистический лагерь полностью весь распался, даже Монголия и та отошла, не говоря о Китае, Первое царство. И сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста краеобраза нефилистимских, в отомщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. Дьявол, оказывается, тоже показывает на примере, на горе преобразил истинное, что было перед глазами. Так сегодня говорят в виртуальном мире, он показал в мгновение ока все царства мира, для последователей чистой силы, для людей, которые живут одним днем, чтобы им что-то пообещать. Дьявол является в том виде, в котором ты его желаешь увидеть. Если девушка желает, чтобы обязательно парень был кучерявый, и больше ни о чем не думает, верующий, неверующий, но чтобы обязательно такой, этот кучерявый к тебе придет, он тебе такой будет. Ты говоришь, вот выйти бы замуж за такого богаща, да чтобы каждый год на Канарах отдыхать, такой тебе и будет, он покажет тебе славу мира сего. Это тоже слава. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Апостол Павел говорит, что заповедей очень много, но у него главная заповедь это проповедовать во время и не во время. Когда бьют, когда в опасности от товарищей, от своих, от родных, от близких, когда все меня поносят. Почитать его второе послание, когда он перечисляет гонения от блажебратьей, от всех. Но когда я уходил, то братья мне дали только одну заповедь, чтобы я помнил нуждающихся нищих. И далее говорит, я показал им, как необходимо поддержать нуждающихся. Пример нужно показать. Филарет милостивый умел это сделать. Умеем мы это сделать или нет? Так Варнава продал имение, положил ногам апостола, был назван сыну тишения, хотя имя ему было другое. Господь показал славу свою, мы показываем славу Господа через наши поступки, через жертвенность. Это мы привыкли. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Точно так же жил человек, точно так же ходил он. И о пороке Ильи, Иаков говорит, Илья был подобный нам человек. Так же ходил, сидел, пил и ел. Звал его, быть может, дядя Илья, там помоги, где-то кому-то что-то поднес. Это сейчас для нас какая-то мифическая личность, легендарная. Порок Илья, моли Бога о нас. И сделал его Ильей громовержцем. Молния сверкнула, гром, это Илья кадушку с водой везет. Илья воду уже помочил. Да. Илья, особенно, особенно 2 августа купаться уже нельзя. Илья воду уже помочился. Это нам всегда говорили. Как будто Ильи побольше делать нечего, как по нашим прудам ходить и нужду справлять. Был у идолопоклонников Зевс, громовержец, язычерский бог. И крестьяне все это к себе приспособили. Известно только то, что он сводил огонь с неба. Ни молнии, ни грома, этого нигде нет. И по молитве его был дождь. Все, больше ничего. А что Илья громом управляет? Все это выдумки, это тьма суеверия. Апостол Павел во 2-м послании Коринфянам, 3-я глава, 3-й стих показывает, как мы, преображаясь в образ Христов, можем тоже что-то показать. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написанное. Не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Итак, покажите. Христос показал славу, и мы вместили якожеможапу. Мы людям должны тоже что-либо показать, так как мы преобразились во в его образ. Он показал славу, а мы переходим от славы в славу. Запомните, мы переходим от славы в славу, из одной славы в другую славу. То есть, выше и выше. Покажите, что вы письмо Христово, мы письмо. Покажите, что вы живое послание. Покажите, что вы являетесь живым Евангелием, что вы являетесь живой Библией. Ты ради чего пришел сегодня сюда? С какой целью? Ты ради чего ходил в храм? Ты ради чего работал? Ты все время думай о том, все время, как только случай представился, а как выступил бы Христос, апостол Павел, велькнула такая мысль, уже прежний настрой такой маленький угаснет, если он был мудурным. Если мы противостанем злодействующим людям, которые творят пакости, которые нарушают устав, то этим самым мы показываем, что мы не такие. У нас сороковой пункт устава деревенской общины говорит показать ревность в допущении нарушения устава. Покажи себя в этом чистым. Апостол Павел говорит, вы показали себя чистыми в этом деле. Показали, а они об этом слове не знали. А Павел говорит, вот я увидел, что у вас случился грех, и вы от этого человека нечестивого все отступили. К нему в квартиру не стали ходить, во двор к нему ни ногой, себя не приглашайте, и я вижу, что вы не такие. Но если вы общаетесь с нечестивым, с человеком, который творит пакость, то вы говорите, что вы именно такие. Я вот смотрю, кто не ходит на занятия, и я знаю, это очень близкие между собой люди. Они ходят друг к другу, они дружат, они все одинаковые. Птицы следаются к подобным себе. Это место Писания заучительно изусть. Вы показали себя чистыми, 2 Коринфянам 7,11. От этого и не знали, что они чистые. Но так как они не участвовали со злодеями, со слученными за грех, то и получили похвалу, что показали, что они чистые в этом деле. Тебе зачем с вором знаться, если ты не вор? Зачем тебе с нечестивым знаться? Титул 2,7. Пример и повеление, чтобы мы показали в себе образец христианской жизни. Когда начали строить Потеряевку, мы только думали, как будут жить люди. Не будет никакой пьянки, не будет руганий, все мы будем вместе собираться, заниматься следованием Священного Писания. Это я мечтал. Вот сейчас уже докапывается, кто первый думал о Потеряевке, батюшка или вы. То есть не говорят, Глушкова или Барабаш. Ясно, что они к готовому пирогу прислонились. Но печати теперь уже официально напечатано, именно обо мне было. А может, батюшка и раньше имел такие мысли, но я имел все эти годы такую мысль. Но мечты серьезной такой не было. Если бы батюшка не начал, то ничего бы и не было. Все, что дальше началось, все это его. Я звук и припекаю здесь. Но мысль моя все время билась в одном направлении. Как бы найти таких людей, которые любят Христа, любят Священное Писание, будут ходить в выслушании, будет такой-то устав. Но точно такой мы еще не знали. Слово мечта я еще употреблял, потом перестал. Слово мечта всегда в отрицательном смысле. Его употреблять не надо. Нельзя. В отрицательном смысле во всей Библии. Вот составь в таком виде. Не знали, что тут речь шла о земле. Пастухи тут рядом оказались. Эти рядом земли. Тут копны посторонние. Копны. Кнопны. Мы не знали этого. Но вот так все это уже оформилось. И теперь мы видим. И когда батюшка говорит, я отодумал так, что переедут родные братья наши, сестры, родные по плоти, будут самыми близкими помощниками. Оказали, что самые близкие враги. Господь в данном случае посторонние наши надежды и показал, что раствор духовный намного выше телесного. Я это теоретически знал, а теперь вижу практически, что самые непримиримые, самые злобные, еретически просто похабные враги оказались родные наши, самые близкие люди. Вот это все прекрасно, вы это все прекрасно знаете. На ваших глазах все происходит. Почему? Может, мало мы о них молились. Надо сильнее молиться, усилить молитву. Господь показал, что преображение пошло в обратном направлении у этих людей. Наши планы не изменились. Ты открой устав, еще раз перечти внимательно и увидишь, что там написано. О старинных, благочестивых русских обычаях. То есть строить деревню какие? Принцип. Ничего не изменили. Я детям говорю, вот детский православный лагерь. Детский, детский, православный, православный, трудовой, трудовой. В объявлении написано строгая дисциплина, я ее держу. Держу, а остальное зависит от вас. Вот устав. Читайте, потому что они только приехали сюда и на другой день застонали. Я домой хочу, у меня болит, у меня геморрой, у меня инфаркт и все. Потом уже месяц проходит и такой подходит и говорит, простите, что мы так говорили, мы хотим на следующий год еще приехать. Две недели вот эта восторгазная девчина крутилась, вертелась. Это каждый год почти такое. Криком кричала, а уезжать приходит время, опять просятся. А мы говорим, уже написал отказы, а она, нет, я поняла. 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 А эти люди, наоборот, взрослые люди, они ничего не поняли, бегут куда угодно. В Московской Патриархии, то есть в эту яму погибли. Что это? Для меня свой ответ есть. Я понимаю, это не раскаянный грех, давнишний. Здесь он обнаружился. Мы ничего другого не общего и не обещали вам. Обещали. Ничего никто не обещал. У нас в уставе написано, никому ничего мы не можем обещать. У нас ничего и нет. Мы обещали строгую дисциплину, устав, веру, православную. У нас это все и есть. Больше мы ничего не обещали. Николай, мы тебе обещали чего-нибудь? Нет. Вера Федоровна, вам что, обещали тут? Мы говорили, что мы, православные, мы сами нуждаемся в вашей поддержке. Давайте жить дружно, по любви, преображаться, как на преображении. Почему я двоих спросил? Потому что они между собой дружат, а устав нарушают, и они вымелись из Потеряевки. Уехали. И еще несколько мест и время 11 глава. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И говорит, что они показывают, когда к временному не привязываются, что ищут нового Отечества, Небесного. И хотя потерявка стала Родиной и будет Отечеством для ваших детей, родившихся здесь, но вы им влагаете мысль постоянно. Дети наши должны быть на небесах. Потерявка это только ступень, стартовая площадка для неба. Преображайтесь в образ Христов поступками своими. Будите их раньше, приспосабливай их, чтобы жены на диванах не смотрели телевизор. Детей поднимай раньше, чтобы они работали у тебя. Не бычки, если в доме, но святые на небо. День преображения был не праздничным днем, 400 лет, а потом постепенно до 8 века так все оформилось. В Откровении 21 глава Господь показывает лучезарный, сияющий город, который называют невестой Агнца. Невеста Агнца? Разве она слава? Да, покажу тебе славу мою, если жена является славой мужа, то как же может быть бесславная общая невеста, освобожденная от пророков? От пороков. Отяготение греху, его чистая, непорочная, беспятная порока невеста церковь. И показал 10 стих великий город. Это та самая слава, ради которой Христос приходил на землю. Повторяю, что слово слава в Библии встречается 543 раза, а слово велелепное это слово в Библии только один раз. Что означает цифры эти? До конца я этого не знаю, но знаю только, что слава бывает человеческая, слава ложная. Говорит, славу друг от друга принимаете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Как можете веровать? Это вера, это никакой нет. Что скажет епископ? Тебя даже интересует только, что Бог скажет. И сверять, правильно ли говорит епископ, правильно ли потерять, говорит, не так, значит, оно не нужно тебе. Но когда речь идет о славе Христовой на земле, то нет такого слова, чтобы выразить его в нашем словаре, нет такого слова велелепный, или велико, красивый, чтобы одним словом выразить непостижимо дивный, слепящий, превосходный. Слова вместе собери, все равно ты не выразишь. Невозможно выразить языком человеческим, потому что не видел этого глаз, не слышало уха, что он приготовил любящим его, а что приготовил он на горе Фавор и показал, вот такие вы будете сияющие, и слава Христа будет тысячекрат ярче солнца. Так говорит священное писание Иоанн Златоуст, толкует Иоанн Глитеана. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу единородного от Отца. Иакова 2 глава. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Он не только Господь, а Господь славы. И апостол Петр в Первом Послании говорит, Пастори ваших, умоляю, я сопастор, свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться. Петр мог говорить о том, что он соучастник преображения Христова, но это означает, конечно, больше. Более того, и мы все становимся соучастниками славы Божьей, как на земле растет церковь Его, как Евангелие через проповедь распространяется, как каются грешники, и они входят в славу Христову. 2 Коринфянам Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы, в славу, как от Господня Духа. Запишите, заучите это место наизусть. Здесь прямо говорится преображаемся от славы в славу. О, если бы это было так, апостол Павел это сказал к коринской церкви, пусть бы он это сказал к потеряевской церкви, а то, может, пришел бы, постоял у нас и сказал, а какой веры эти люди, во что они верят? Может быть, все, что мы делаем, он и не признал бы своим? Почему у нас вот эта попытка, так называемое апостольское служение? Апостольское служение, общие молитвы в отсутствии священника, за основу берется щенобедница, говорится несколько проповедей, библейские тексты псалатер читаются на русском языке. Это есть желание как-то приблизиться к апостольским временам, посмотреть на то, как верили впервые христиане, как верили первые христиане. Они знали одно, Христос, и апостол Павел отлил буквально в такой фразе, для меня жизнь Христос, а смерть приобретении, филиппийцы 1 глава. Смерть напомнит все, что ты сделал, кому ты помог, где ты сказал доброе слово, где ты написал, кого поддержал, кого облегчил поистине, это тогда все при смертный час придет. Смертный час стоят и грехи, убитые тобой, и исцеленные, и спасенные. Забывая всех попросить помолиться о Викторе Андреевиче, о враче, ему туда в больницу свозят всех туберкулезников, и он боится там заразиться. Там, говорит, ничего не подготовлено, и он просил усилить молитву. И люди, ухаживающие за больными туберкулезом, часто сами делаются туберкулезниками. И в тюрьме я знаю, сколько угодно такого случается. Семь врачей заразились там, и начальник, который со мной работал, тоже заразился с ними туберкулезниками. А я вот 12 лет работаю в тюрьме, и Бог милует. Но я иду на осмотр, никаких противовакцин не принимал. Понятие у славы у нас превратное, неправильное. Вот человек, какая слава у него. Смотри, про него печатают. Он в президиуме сидит, портреты его везде, и награды премиальные, 13-ю зарплату, путевку, на высылку ВДНХ, а он говорит, нет славы. При скорбях, которые есть, суть слава ваша. Наша слава, это скорбь. Когда что-то не ладится, не по-твоему, сын поступает, это все слава. Болезни наши, гонения, ущемления, это слава. Все это, если мы с благодарностью переносим, пал у тебя скотина, а ты не возроптал, сказал Бог, дал, Бог взял. Все это слава твоя, Ефесянам, 3-я глава. Восьмом прошу вас, не унывать при моих, ради вас скорбях, которые суть, ваша слава. И в момент, когда вас что-то постигнет, из того, что я сказал, вы прочтите это место, и пусть сердце возрадуется, и скажи, да, здесь я определился, точно, ничего худого не сказал. Апостол Павел, рассматривая положение, человечество изрек римлянам, потому, что все согрешили и лишены славы Божией. Люди, не знающие Бога, несмотря на то, где они живут, в Мамонтово, в Корщино, везде, по теряевке, если не идут прям путем Господним, и если их боль не привлекает привязанность к родителям, к родным, близким, поступающим нечестиво, неверующим, и еще лучше, когда верующие, что попало делают, а дети или кто-то поддерживает их ради родства, то такие лишены славы Божией. Если кто-то любит отца и мать больше, чем меня, не достоит меня. И ясно, что и славы никакой нет. А если ради Христа ты попираешь всякое родство, ни во что стоишь ради Христа, вот это и есть слава, твердое стояние веры римлянам. Потому что, когда мы рассматриваем наши страдания, гонения, победы над соблазнами, это трудно, это непросто. Представь, что сегодня заполыхает только один огород у барабаша. Сгорит сразу и Вера Федоровна, потому что сразу загорятся сараи, сгорится дом, плотник его не устоят, жар будет ужасный, если в эту сторону будет лететь. Сено должно находиться не менее чем на 300 метров по нормам, а у вас плотную, как вон у Тани. Сметали плотную к стене, и стена все мокрая от сена. Так нам же зимой легко убрать. Тут же баня и искры летят, сено, вот посмотри по нормам, как положено это. Положено это. Но если все-таки случится такая скорбь, не дай Бог, говорю, не дай Бог. Я уж грешный человек, ложусь спать, каждый день молюсь о деревне и перекрещу ее со всех сторон, и уж не ведаю, есть никакая польза, а может руками стою, стою, только не допусти, Господи. И вчера услышал запах дыма с той стороны, я больше всего боюсь за Калашниковых. Все годы говорил об этом. 19 августа 2001 года. То есть ты считаешь, конечно, быстро, но все-таки понятно. Озвучили. Я говорил медленно, это было длиннее, каждая вот эта проповедь. Я говорю, что она где-то сейчас лишней может даже быть. Вот это. Потому что это занятие. Не в храме. В храме неоднократно говорило о преображении. Проповеди эти в наших книгах открыты моком. Я называю это попытка устроить монастырь. Построим три кущи. Вот попытка, это Петрова была, апостол Петр. Но Господь отверг, там люди ждут бесноватые, к ним надо идти. Вот попытка построить, отделиться, а то бы там эти люди сами разберутся. Ничего они не разберутся. Им нужен Христос. Итак, Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.